Премьера работает уже несколько дней, работает очень хорошо, активно. Сейчас съезжу к нему, приветствую, если позволите, от вашего имени. Буду благодарен, если это уместно. Тем более на их тематику уже разговаривали. Да, конечно, мы сейчас поговорим по всем этим вопросам, ну и по вопросам безопасности, по вопросам экономического взаимодействия. Там есть о чем поговорить. Это не может не радовать, но даже необычно хорошо развивается хорошими темпами, во всяком случае. И качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняется в нужную сторону. Прежде всего, упор делается сегодня не только на традиционные отрасли нашего сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы. Это не может не радовать. Я сейчас не буду говорить о цифрах товарооборота растущего. Ну, а с точки зрения безопасности, это уж мы сейчас отдельно с глазу на глаз поговорим. В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая, уверенная. Мы взаимодействуем в этой сфере по наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались. Все идет по плану. 8-го числа, как вы знаете, 7-го, 8-го июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно. Всегда есть о чем поговорить, мы сегодня это и сделаем. Спасибо, Владимир Владимирович. Вы правильно сказали, по плану. Мы еще в Москве с вами договорились, что в это время пересечемся. Как раз наши премьеры будут работать. Если какие-то вопросы возникнут, все-таки белорусско-российские отношения являются стержнем. В Евразии, на пространстве СНГ. Если будут вопросы, мы отреагируем. Вы как раз будете встречаться с премьер-министрами. Я считаю, что это комплексное, хорошее мероприятие, которое мы проводим. Да, есть экономические вопросы, но не проблемы. Они решаются и должен отметить. Я всегда кратиковал, как вы говорили, правительству. Но тут они работают довольно эффективно. Есть куда двигаться, правильно вы сказали. Самое главное, мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться. И получать. Слава Богу. Я уже боюсь, как вы сказали про это говорить. Мы думали, будет хуже. Но пока немножко лучше, чем мы думали. И слава Богу, так потихоньку мы отстроим наши отношения. Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей Совета Безопасности, что мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации. Надеяться на то, что санкции отменят и что-то. Нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. И если мы выработаем такой план действий наших, наши партнеры обязательно подключатся, я уверен, Казахстан в рамках Евразес и Узбекистан. И создадим привлекательные здесь условия. Я уверен, что наш союз в рамках Евразийского экономического союза будет только крепче. Ну, надо специалистам поработать, правительствам. Я думаю, это нам подсилит. Я сейчас с коллегами пообщаюсь, поговорю с ними. Несколько слов сам скажу, их послушаю. И вечерком предлагаю, я вас проинформирую об этом. Мы обменяемся с ними по тому, что наши коллеги сделали за эти несколько дней работы в Сочи. Спасибо. Мы сейчас начинаем через неделю, чтобы мы уже обмороком хозяйки. Найдем? Ну да. Неденесколько времени стоит, если сходить, если бы мы даже. Через 10 дней, да? Десять, конечно. Две недели приведем ночную поздорожку. Ну, не прошу, с давечением. Да, давечением. Всех хороших. Два. У-у-у-у. У-у-у. У-у-у. У-у-у.